Словно петарда взорвалась в голове. Так Лариса Васильевна описывает, что она ощутила, когда случился инсульт. Предпосылки были, гипертонии, возрастные изменения сердца. Плюс стресс, смерть родственника. Тем не менее, Лариса Васильевна быстро оправилась. Всего две недели интенсивного лечения и она готова к выписке. У меня все слушалось, только сильные головные боли были. Лучше к себе относиться надо. А я еще такая шебутная, что все, могу ходить, значит иду. Лариса Васильевна сама ходит и говорит, так везет не всем пациентам, перенесшим инсульт. Многие полностью теряют контроль над телом и учатся всему заново. Врачи говорят, что количество инсультов с каждым годом растет как среди пожилых, так и молодых. Одна из главных причин – малоподвижный образ жизни в совокупности с вредной едой, алкоголем, курением. Если есть нарушение сердечного ритма, гонцательная ритмия, то можно рассчитать риск инсульта у каждого конкретного больного. Если мы имеем дело с патологией клапанов сердца, конечно, это фактор риска инсульта. Если клапаны сердца прооперированы и стоит уже искусственный клапан сердца, это тоже дополнительный фактор риска. Можно сказать, что инсульт – это следствие, а не основное заболевание. Любые проблемы с сердцем и сосудами – автоматический риск. Кстати, частая причина распространенного ишемического инсульта – тромбы. Самостоятельно их не обнаружить, поэтому врачи рекомендуют время от времени делать УЗИ сосудов. В этом году в Краевой клинической больнице появился новый метод оперативного удаления тромба через специальные зонды. Либо это спецсетки, которые улавливают тромб на себя и вытягивают его механически, либо это аспирационные так называемые системы, то есть системы отрицательного давления. За счет отрицательного давления тромб, грубо говоря, высасывается из серебральных сосудов. С помощью операции тромб удаляют из сердца или головы. Она длится от 20 минут до 2 часов. Зависит от возраста пациента и положения тромба в сосуде. Кто-то обходится тромборастворяющими таблетками. Но профилактика инсульта – не только удаление сгустков крови. Неврологи рекомендуют обследоваться, принимать положенные лекарства и самое элементарное – вести здоровый и умеренный образ жизни. Потому что от взрыва петард в голове, как у Ларисы Васильевны, никто не застрахован. Полина Жданова, Александр Антропов. День с толком.